Тема урока «Средневековая деревня. Хозяйство и население». На данном уроке мы поговорим о быте и нравах, а также жителях средневековой деревни. Как известно, в эпоху раннего средневековья большая часть европейского населения, примерно 80% от общего числа жителей проживало в деревнях. Однако, в зависимости от того, в каком государстве располагалась деревня, эти сельские поселения отличались друг от друга постройкой домов, способом обработки земли и орудиями труда. Феодальный уклад жизни средневековой деревни на европейской территории мало чем отличался друг от друга. Собственником земли выступал феодал-сеньор. В его поместье трудились зависимые крестьяне, которые за пользование землей несли повинности. Главными повинностями были барщина и оброк. Барщина подразумевала все даровые работы в поместье феодала – обработка земли, ловля рыбы и т.д. А оброком называется доля продуктов личного хозяйства или изготовленные изделия, которые крестьянин отдавал господину. Население средневековой деревни обычно состояло из земледельцев, скотоводов и ремесленников. Земледельцы обрабатывали участки земли, скотоводы ухаживали за крупным и мелким рогатым скотом, ремесленники специализировались в гончарном, ткацком и ювелирном промыслах. Все эти труженики должны были отдавать часть своего труда феодалу, а также платить десятую часть своего дохода церкви – церковную десятину. Но общественная жизнь, так же как и материальное благосостояние деревенского общества, во многом зависели от того, были ли его крестьяне, проживающие в нем, свободными или находились под властью сеньора. Как свободные, так и зависимые люди во многих средневековых деревнях зачастую селились в перемешку, но дома крестьян всегда обозначались соответствующей табличкой с надписью о статусе хозяев. Свободны они или лично, или поземельно зависимы. Свободные крестьяне пользовались гораздо большими правами и свободами, чем зависимые от феодала. Тем не менее, в большинстве случаев население, неважно, зависимое оно или свободное, было безграмотным и жило в нищете. Как ни старались крестьяне обрабатывать свои наделы, урожаи были низкими, треть надо было оставить на семена, часть отдать феодалу в виде оброка и десятину церкви. Урожай зависел также и от погоды. Большой бедой были заморозки и засухи, поэтому крестьянские семьи нередко голодали. Крестьянское хозяйство требовало тщательного контроля. Следовало соблюдать права на ловлю рыбы и на вырубку леса, следить за тем, чтобы их личный скот и птица не пересекали границы другого села. Иначе крестьян ждала суровая кара от феодала и соседей. Крестьянина, нарушившего правила, могли даже изгнать вместе с семьей из родной деревни. Во времена раннего средневековья крестьянину, если он хотел переселиться в другие края, очень сложно было продать землю. Для этого нужно было получить разрешение всех жителей села. Поэтому очень часто жители средневековой деревни объединялись в общины, которые ведали прежде всего хозяйственными делами. Члены крестьянской общины на сборах, которые обычно проводились возле церкви, принимали решения о постройке общего имущества, амбаров, мельниц, решали вопросы получения наследства, разделения имущества, а также обсуждали, где и что посеять, когда начать жатву и другие хозяйственные вопросы. Если деревня была не свободна, а находилась в собственности феодала, часто на таких сборах присутствовал какой-либо рыцарь, представительское лицо сеньора. Обычно средневековые деревни были совсем небольшими. Они насчитывали примерно 13-15 домов, где проживало столько же семей. В тех странах, где были благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, количество дворов в деревнях увеличивалось до 50, соответственно увеличивалось и количество жителей. В горных районах Франции и Германии деревень практически не было. Люди предпочитали селиться маленькими хуторами по 15-20 человек, а землю обрабатывали сообща. Обычно дом европейского крестьянина представлял собой низкое строение из деревянных жердей, камня или бревен, которые затем обмазывали глиной. Подобные дома хорошо сохраняли тепло в зимний период. Крыши чаще всего покрывали соломой или дерном. В доме обычно было узкое окно, которое затыкали бычьим пузырем наподобие стекла. Кроме того, помимо дома у крестьянина имелся двор, где находились хлев, сарай и прочие хозяйственные постройки. Если крестьянин был достаточно зажиточным, то он мог иметь небольшой виноградник, огород или даже сад. В средних и крупных деревнях дома обычно располагались вокруг церкви. Возле церкви находилась небольшая площадь, источник с питьевой водой, а также за церковью располагалось кладбище, куда крестьяне обязательно приходили поминать усопших. Именно в церкви жители деревни, собираясь всем миром, узнавали все новости, как местного, так и государственного значения. Как и в городах средневековой Европы, среди крестьян часто были ранние браки, и количество детей в семьях доходило до семи, а иногда до десяти человек. Образование крестьянские дети в основном не получали, лишь в редких случаях какой-либо сын зажиточного крестьянина мог получить начальное образование в школе при монастыре. Зачастую родители с малолетства обучали детей своей профессии. Так, к примеру, сын Портнова уже к 15-16 годам мог стать самостоятельным тружеником и не зависеть от родителей. Зависимые молодые люди должны были отбывать службу у сеньора, срок которой устанавливался самим господином. Таким образом, мы можем сделать вывод, что жизнь в средневековой деревне была достаточно тяжела для крестьян. Даже свободные, а не только лично зависимые крестьяне должны были платить феодалу и церкви налог, обеспечивать продуктами своего производства сеньора, его семью, слуг и гостей. Но, тем не менее, в отличие от раба, крестьянин имел право на какие-то плоды своего труда, дом и некоторое имущество, что, несомненно, говорит в пользу феодального строя над рабовладельческим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова